Один дырки делает, второй закладывает. Обязательно придавливайте. Как в любом деле, сначала инструктаж. Высадка деревьев тоже требует определенных правил, тем более, когда приходится использовать специнструмент. К тому же, не каждый из почти сотни сотрудников Рубцовского завода, пожелавших принять участие в акции «Сад памяти», знает, что между деревьями при посадке должно быть расстояние не меньше трех метров. У нас ленточный бор, все-таки это легкий, Алтайского края. Надо восстанавливать, чтобы край дышал. Подсаженцы сосны в Лебяжинском лесхозе заводу «Алмаз» выделили почти 9 тысяч гектаров земли. Посадочный материал предоставил Бобровский семеноводческий центр. Кстати, по словам специалистов, сейчас самое благоприятное время для посадки деревьев. Сейчас весна, осень, в принципе, земля влажная, песочек у нас влажненький, сейчас будет дождик, если еще майский, вообще хорошо будет, отлично. То есть, приживаемость практически, говорю, 80-90% здесь посадочным материалом, этим закрытым корневой системой. Единой командой сотрудники предприятия давно поддерживают экологические акции региона «Сад памяти» не исключение. Это всероссийская акция, направленная на озеленение лесов, пострадавших после пожара и различных катаклизм. Мы должны сохранить природу в том состоянии, в котором она была. Наши сотрудники с удовольствием откликнулись на данную акцию и приняли участие в лесозасадке данных площадей. На сегодняшний момент выбрасывается очень много углекислого газа, а лес – это кислород, все для жителей, чтобы мы дышали хорошим воздухом. Высаживать деревья в некогда выжженную после пожара землю – не просто доброе дело. Акция проходит накануне 9 мая в памяти погибших в Великой Отечественной. Такие акции, как «Сад памяти», они обязательно нужны для нашего народа, они объединяют, именно они нужны для того, чтобы сплотить нас как государство. Сегодня мы высадили 9 тысяч деревьев. Я думаю, что наши потомки будут гордиться нами. И последуют нашему примеру. Я думаю, что наши потомки, лично я, смогу когда-нибудь привезти своих детей и внуков, показать, что это высадили мы. И они, я думаю, что будут гордиться этим. Как признались сотрудники завода, опыт по высаживанию деревьев нельзя назвать простым. Но после того, как они приняли участие в столь масштабной экологической акции, высаживая сосны по всем правилам, любое дело им по плечу. Да и коллектив будет еще более сплоченным и дружным. Татьяна Голубева, День Столка.